Таким пустым огромный круглосуточный магазин, пожалуй, не бывает никогда. Но вечером 18 января в УВД по Фокинскому району из гипермаркета «Линия-2» поступило сообщение о странном поведении посетительницы, одетой на исламский манер. К месту происшествия были направлены дежурные наряды, следственно-оперативная группа и сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН. Посетители и персонал магазина были эвакуированы, выставлено отцепление. По радиоприявление дали, чтобы покинули все помещения. Что-нибудь объясняли? Нет, по техническим причинам. Милиционеры-взрывотехники и кинолог с опытной овчаркой Джой, которая уже находила взрывоопасные предметы, тщательно обследовали все помещения гипермаркета. В течение трех часов милиционеры работали на месте происшествия, однако взрывное устройство обнаружено не было. Проект с разыскной собакой Джой показал, что взрывных устройств не обнаружено. К моменту приезда сотрудников милиции странная женщина уже покинула гипермаркет. На все посты были незамедлительно разосланы ориентировки с ее приметами. В этот же вечер участковый уполномоченный милиции, проезжая мимо автобуса, заметил через стекло женщину с внешностью с соответствующей приметом. Об увиденном он сообщил сотрудникам ГИБДД. Автобус был остановлен и женщина доставлена в отдел милиции Фокинского района для установления личности. Вы к нам издалека прибыли? Я прибыла издалека и надеюсь уехать из вашего города, потому что раз десятый ко мне милиция подходит и кто-то стучит, как потерпевший. Женщина оказалась гражданкой Украины. Милиционерам давала противоречивые показания. По одной из версий, исламскую веру она приняла еще когда жила с мужем в Узбекистане. Своё поведение в линии она объяснила тем, что совершала обязательную вечернюю молитву. Помолилась, как сейчас. Помоги, пожалуйста, этим людям быть здесь честным. Пожалуйста, создайте, помоги. Вот так помолилась. В настоящее время УВД по Брянской области проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. Александр Новиков, Андрей Гапонов. События. Брянск.